Твоя чудеса Милостью Божьей мы, дорогие телезрители, пережили с вами уже четыре недели Великого Поста и вступили в пятую неделю Великого Поста. Каждая неделя обозначена каким-то знаменательным событием. Чем знаменательна пятая неделя Великого Поста, мы сейчас с вами узнаем. Каждая неделя Святого Великого Поста приурочена тому или иному святому наряду с памятью преподобного Григория Паламы, а также преподобного Иоанна Лествичника, Церковь в пятую неделю представляет память Святой Марии Египетской. Ея подвиг жизни, который она совершила, является великим примером для каждого человека, потому что, будучи 12 лет от роду, она убежала из родительского дома и пришла в город Александрию, и там начала разгульную распутную жизнь. И Господь жалился над нею, потому что однажды, когда она пришла на берег, увидела, что много людей садится на корабль и хотят отплыть в Иерусалим, потому что приближался великий праздник, воздвижение честного и животворящего Креста Господнего. Люди спешили поклониться великой святыне. И вот Мария не из-за того, что она также хотела поклониться, но из-за того, что много мужчин, юношей, которыми она стремилась согрешить, она также из-за интереса села на корабль и приплыла речку Иордан, и приплыла в Иерусалим. И вот люди все шли в храм Иерусалимский для того, чтобы поклониться честному и животворящему Кресту Господнему. Стала в очередь и преподобная Мария. Но, подойдя к дверям храма, сила невидимая не дала ей возможности переступить порог. И так, несколько раз она стремилась, вставала опять и опять в очередь, и невидимая сила не допускала ее. И вот, отойдя в сторону, она задумалась, почему же все люди проходят, а ее Господь не допускает. И, взмолившись, благодать Божия осенила ее, и она раскаялась в своем грехе. И попросила Божью Матерь, дабы Царица Небесная помогла ей подойти и поклониться святыне, которая лежала в то время посреди храма. И вот, встав опять в очередь, она беспрепятственно пришла, поклонилась и приложилась к честному и животворящему Кресту. И, выйдя из храма, она дала обет Богу, что она будет идти и спасать душу свою. И хотела узнать, где ей подвязаться. И был услышан вдалеке голос, что «Переходи, Иордан, иди в пустыню, и там ты обрящешь покой для своей души». И вот переплыв Иордан, она зашла в пустыню, и там 47 лет подвязалась в великом подвиге. 17 лет первых были очень тяжелые и яростные, потому что бес, который водил ею, не оставлял ее, постоянно ей хотелось мясо, постоянно ей сгадывались песни, которые она привыкла петь, постоянно блудные и развратные мысли приходили, и страсть отдалевала ее. Но она падала ниц на землю и молилась Царице Небесной, и просила, дабы Господь помог ей избавиться от тех страстей, от тех пороков и от тех мыслей. И только после 17 лет она была избавлена от этих пороков, и дальше начала подвязаться добродетели и подвиги. И Господь не оставил ее и ее подвигов неизвестными. Он послал в пустыню преподобного старца Зосиму, который встретился ей на пути, и она рассказала ему о своей жизни, рассказала ему, кто она, откуда, и просила у него благословения, а также и дала ему повеление, чтобы через год, когда он придет опять в пустыню, чтобы он в чистый четверг причастил ее при чистых телах и крови Христовых. И так он и исполнил. Через год он, подойдя к речке Иорданской, на другом берегу увидел силуэт, увидел Марию, которая, перекрестившись, благословила воды и по водам пришла к нему. Исповедавшись, причастилась она к святых Христовых тайн, а потом дала ему повеление, чтобы через год он опять пришел на то место, где они первый раз встретились, и там помолился о ней. И действительно, старец Зосима, придя через год на то место, где он первый раз встретился с преподобной Марией, он увидел ее тело, которое лежало мертвым, и на песке была надпись «Преподобный Отче Зосима, погреби мое тело Марии и отдай прах праху». И действительно, это был тот случай, когда старец взмолился, оплакал, потому что он много хотел узнать еще от нее, но должен был исполнить ее благословение и погреб ее тело. И в этом помогал ему лев, который на протяжении, видать, целого года хранил останки преподобной Марии и помог ему захоронить ее землю. И вот так преподобный Зосима и передал в монастыре самого священного, где он подвязался, житие святой пустынницы и подвижницы, святой Марии Египетской, которая своим примером, которая своим подвигом и житием показала, что у Господа каждый грех прощается, только если человек будет иметь покаяние, если человек будет спешить к тому, чтобы получить от Бога прощение и приносить достойные плоды покаяния. И так и в Евангелии мы знаем, что однажды ко Христу привели одну женщину-блудницу, которая была взята во время греха. И толпа уже готова была побить ее камнями, но им хотелось, что скажет учитель Христос и как он поступит, ведь по закону Моисея каждый, кто был в яд на этом грехе плода, должен быть умереть. И поэтому, подведя эту женщину ко Христу, все ждали суда Христова. Но Господь, наклонив голову, писал на песке какие-то слова. И вот когда он сказал, что кто без греха, тот пусть первый бросит камень, не я. И вот когда он поднял голову, то увидел, что нету той грозной толпы, которая готова была побить эту женщину, только она и Христос. И вот Господь, посмотрев на нее, сказал, иди и больше не греши, не губи себя развратом, а иди в мире и будь благословенна. И поэтому и эти слова явились и для преподобной Марии Египетской, которая также, как мы читаем в ее житии, не знала грамоты церковной. Но когда преподобный старец, увидев ее молящуюся, то он видел, что она на локоть поднималась от земли, он слышал слова псалмов и даже спросил ее, откуда ты знаешь грамоту церковную, она сказала, что Дух Святый помогает мне и дает мне эту мудрость для того, чтобы воспевать хвалу Богу. И так и мы должны всегда стремиться и не бояться, каяться, а спешить всегда приносить Богу достойный плод покаяния, спешить особенно в святом великом посту, когда есть возможность нам для покаяния исправлять свою жизнь, идти к Богу, идти в церковь, наклонить свою голову пред иконочкою и просить прощения за все наши грехи, содеянные, вольные или невольные, словом или делом, или помышлением, и всеми своими мыслями, чувствами, и всеми своими поступками. И в этом да поможет нам Господь молитвами преподобной Марии Египетской. И также на 5-й седьмидце Великого Поста церковью и воспоминания подвига преподобной Марии Египетской и в четверг читается полностью покаянный канон преподобного Андрея Критского, как это время называется, Марийно Стояние. И к этому канону и предаются еще и кондаки в честь святой преподобной Марии Египетской, где прославляется ее подвиг, где прославляется ее духовная жизнь и то изменение, которым она изменилась в жизни и получила от Господа спасение. На пятую неделю также и в субботу церковь прославляет Божью Матерь и эта суббота называется Похвала Пресвятой Богородицы. В это время читается Акафист Царица Небесной, где разделяется он на три части и каждая часть выходит в рожество на священники, на средину храма и там воспевает хвалу Пресвятой Богородицы. И также и Церковь, и мы все будем восхвалять Царицу Небесную, особенно просить молитвенного предстательства всем святом Великом Посту, потому что останется еще неделька Поста и Страстная Седьмица, когда мы будем все спешить на покаяние, будем спешить принести Богу достойный плод покаяния и будем всегда стремиться к тому, чтобы достойно встретить воскресшего Христа. Ведь Церковь нас к этому и призывает, Церковь нас к этому готовит и Святой Пост является тем хорошим временем, когда мы имеем возможность покаяться, имеем возможность измениться, имеем возможность осмыслить свою жизнь и в этом нам помогает Пост, в этом нам помогает Востержание и в этом нам помогает Сам Господь предстательствами и молитвами святых угодников Божьих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok